Привет, это Битл и вы смотрите По Факту. Зачастую фанаты ютуберов настолько любят своих героев, что любое их действие они оправдывают и как-то объясняют. Но бывает и такое, когда ютуберы вытворяют совсем странные вещи, что никто, в том числе и фэны, не могут рационально это понять. Речь пойдет не о зашкварных, как это принято говорить, а именно о странных и отбитых действиях, которые не могут объяснить ни фэны, ни хейтеры. Обязательно смотри до конца. По Факту. Больше двух лет назад при помощи отца Саши Спилберг состоялась встреча министра культуры Владимира Мединского и блогеров, среди которых был Николай Соболев, Макс Плюс 100500, Дима Масленников, Саша Спилберг и другие. Последняя пошла еще дальше и выступила в Госдуме на парламентских слушаниях. Рассказывала Александра Балковская о молодежной политике и... это было странно. Наверное, мысль большинства тогда была, почему это вообще происходит? Почему Саша Спилберг? Неужели именно ей есть что сказать? Точнее, прочитать с бумажки. Телевизор и другие старинные средства коммуникации не предлагают молодежи ничего интересного. В общем, этого поступка многие не поняли, но были уверены в одном. Эти встречи и выступления вряд ли приведут к чему-то положительному и, в принципе, были правы. Из-за нововведений только и разговоров, что об изоляции Рунета. Тут сразу два странных поступка, которые не можем нормально объяснить ни мы, ни их автор, Эрик Давидыч. Первый, что это за прикол с приседаниями? Для тех, кто в бункере, завидую вам, вы этого не видели, Давидыч рассказал, что он делает каждый день тысячи повторений прессы, отжиманий, приседаний и всего остального. Ну ладно, сказал и сказал, но он не выдержал всех этих шуток и приколов и принялся доказывать всему миру, что он реально может это сделать. В прямом эфире взрослый, состоятельный мужик, который, к слову, сидел, доказывал школьникам, что он может присесть полторы тысячи раз. Эээ, что? Само собой, в конце ему стало не очень хорошо. Ладно, давайте просто это отпустим. Второй непонятный эпизод Давидыча, оскорбление Гордея. Отсюда уже и крылатая фраза. Но я тебе говорю, что это петушина проскопила. Несколько минут Давидыч упорно показывал свое доминирование над Гордеем, а позже объяснил это тем, что Гордея сделал плохую пародию на его золотой Х5. Даже с такой аргументацией я все равно до конца не понимаю, почему этот диалог вообще состоялся. Не хочется вспоминать о Шурыгиной, но эта ситуация точно сюда вписывается. Уже после ее скандала с Семеновым, о котором все знают, Дианой и блогеры были приглашены на благотворительное мероприятие. Но кто знал, что если блогеров и Шурыгина уставить в одном помещении, то без казусов не обойдется. Блогеры, в числе которых были Ивангай, Марина Ро, Влад Бумага и другие, принялись активно фотографироваться с Дианой, еще и подыгрывая ее коронным жестом на донышке. Отсылающей к истории, когда ее якобы изнасиловали. Но зачем они это делали? Оправдывали ли блогеры действия Дианы? Точно нет. Приятно ли им Диана? Да вряд ли. Но тем не менее, все они решили с ней пофоткаться. Просто супер нелогичное решение, которое можно было сделать, из которого прифигало тогда, по-моему, все интернет-сообщество. Этот поступок не от русскоязычного ютубера, но все же. В январе прошлого года один из популярнейших блогеров мира Логан Пол посетил Японию, а именно знаменитый лес Аоки Гахара. Логично, что в таком лесу не до приколов, ведь именно туда множество людей приходит в последний раз. Но увидев висящего мужчину, Логан включил камеру, начал снимать его и свою реакцию. Положительную реакцию. Он шутил и воодушевленно реагировал, а после выложил это все на свой популярный канал. Как итог, он получил страйк, шквал гневного фидбэка, удалил видео и несколько раз извинился. Прям как гуф. Лично мне кажется, что ничего криминального в поступке Логана нет. Единственное странно, что блогер не понимал, чем это может обернуться. Тут необъяснимо даже не действие, а отсутствие действия ютубера, а именно Ивангая. Ваня, несомненно, настоящий феномен. Последнее его видео, снятое на камеру, было залито 22 сентября 2017 года. И это 5-минутный ролик про поход в музей. 22 миллиона просмотров. Его трек My Heart набрал 23 миллиона, это без клипа. На его канал подписано почти 15 миллионов человек. Ивангай всегда создавал образ жизнерадостного парня, любящего свое дело, но последнее загруженное видео, как раз эта песня, была залито почти год назад. Все, что бы не сделал Ваня, имеет огромное внимание. Он мог бы собирать десятки миллионов просмотров, да и рублей тоже, на своем канале, ходить по различным шоу, давать интервью, в общем, трещать из всех утюгов. Но нет. Он, грубо говоря, забил на все это и пропадает с радаров. Наверняка у него есть объяснение этому, просто мы его не знаем. Но со стороны это выглядит довольно странно и необъяснимо. Ваня пытается пробовать себя в музыке, но делает это он тоже не очень активно. Будем надеяться, что скоро мы о нем снова услышим. Самый свежий, самый непонятный поступок от Ильи Мэдисона. Пару недель назад Илья принял участие в круглом столе, но не Версуса, а ЛДПР. Стол был посвящен развитию видеоигр. Конечно же, его зрители и просто отвлеченные люди не поняли такого действия, но Мэдисон пояснил, что у нас люди очень слабо разбираются в политике, они даже не отличают депутатство от членства в партии. Мол, членство может получить любой. Да, Мэдисон теперь является именно членом партии ЛДПР, о чем он очень радостно написал в Твиттере. Но есть одно существенное но. Одно дело, когда членом партии становится кто угодно. Совсем другое, когда в ЛДПР идет легенда Ютуба, за которым очень много внимания. Да и многих возмутила именно связь с ЛДПР. Илья сказал, что из оппозиционных вариантов есть только ЛДПР и КПРФ, но так как к коммунизму он относится не очень хорошо, выбор пал на первых. Но все же люди не настолько не погружены в политику, как кажется Илье, и догадываются, что от оппозиции там только название, и вряд ли там могут попытаться заменить что-то, что не устроит действующую власть. Само собой, это личное дело Мэдисона, куда идти и что делать, но так как он человек публичный, мы это обсуждаем. Но не совсем понимаем. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. На моем канале прямо сейчас, на канале Битл, ссылка есть в описании, мы сняли с Ли видео о самом стыдном... Только что, свежачок. Самым стыдном вообще, что было в этом году на Ютубе. Там будет история, как он обкакался. А что у Ли маленький член еще рассказал. Да, это не стыдно. Тем более я это знаю. И не стыдно. Маленький член не приговор. Да ладно, ладно, все нормально. Успей забрать ништяки до нового года, просто за подписку на канал. Все, жду тебя там. Бэнкли, Роллс-Ройс, все разыгрываем. Давай, ушел. Субтитры сделал DimaTorzok